шалом почему важно верить что еще не просто человек исполненный духом не просто человек помазанный духом и даже не просто человек в котором пребывает полнота божества телесно почему важно верить в то что еще бог ставший человеком облегшийся человеческую природу бог который ненадолго ограничил сам себя в использовании своих божественных атрибутов и стал одним из нас не прекращая быть богом бог который ел пил спал и ходил среди нас чтобы понять важность веры в это давайте вспомним с чего начались все наши беды начались они в ведемском саду с того что ева поверила лжи змея а в чем заключалась ложь а ложь заключалась в том что бог на самом-то деле евочка далеко не так прост каким хочет казаться что он позволил людям есть все кроме самого лучшего что все прекрасное хорошее что он создал и дал людям было лишь грандиозным отвлекающим маневром для отвода глаз чтобы не дать человеку самое лучшее чтобы не позволить человеку стать как бог я бы поверил в эту ложь змея съела запретный плод след за ней его съела дам и с тех пор нам их детям трудно доверять богу нам трудно верить в его доброту и искренность в истинность его слов в его надежность главное в его щедрость одним словом в его любовь мы склонны хотя бы немного не доверять ему да да конечно он любит нас да мы мы не говорим но возможно думаем так или чувствую да бог есть любовь поэтому ясно что он любит нас он любит всех не только нас так что все классно но насколько сильно он любит тебя и меня евангелие говорит нам о том что он любит нас настолько сильно что дал нам не только дамский сад и не только жену или мужа но самое великое что он в принципе мог дать дал нам не просто одно или несколько своих творений даже не все свои творения а своего вечного сына рожденного им то есть несотворенного большего дара у него нет в принципе бог отец дал нам бога сына для чего это следующий вопрос вначале нужно становиться на этом факте бог настолько благ нам что не пожалел для нас свое самое драгоценное мы никогда не сможем понять его щедрость но мы можем склониться перед ним в благодарности за этот дар и принять этот дар продолжает сомневаться в его доброте осознав кого он дал нам невозможно точнее возможно только в том случае если мы просто откажемся верить в его доброту вопреки этому поразительному факту осознание этой щедрости ведет нас во первых благодарности к поклонению кто еще способен отдать таким как мы такого как еще только бог во вторых она ведет нас к размышлению пример которого мы с вами видим в послании к римлянам 8 глава 32 стих после того как бог не пожалел для нас своего сына ясно что он не пожалеет для нас ничего менее ценного что мы обычно просим у него чтобы нам не было нужно для жизни бог рад дать нам это потому что по сравнению с драгоценностью который представляет собой его сын все остальное просто безделушки поэтому третий результат осознания этого удивительного факта это восстановление доверия к богу доверие полного безграничного спокойного они вымученного доверие которое рождается из изумления охватывающего нас когда до нас начинает доходить насколько бог щедро к нам бог восстанавливает в нас доверие к себе потому что только доверяя ему мы сможем жить с ним то есть спастись до тех пор пока мы не уверены в божьей любви божьей доброте божьей милости и щедрости часть нашего сердца будет закрыта для него мы будем делать столько и не больше откан как мы говорим наявите досюда и не миллиметром дальше но когда мы начинаем понимать что бог нам дает не мерой не высчитывает а всего себя целиком и все свое в придачу наше сердце открывается ему само собой а это есть его цель чтобы смогли полюбить его всем сердцем спасибо